Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящиеся чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги и Деяния Апостолов на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим шестую главу. В те дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо нам оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Прочитали здесь мы с вами четыре стиха, и мы видим, что и в общине апостольской были уже какие-то нестроения. Поэтому люди, которые говорят о том, что нам все нужно сделать по апостольскому образу, то, как было в древней церкви. Конечно, древняя церковь, это церковь, мать, от которой, в общем-то, и преемственность, и благодать Святого Духа. Но, тем не менее, и там были нестроения. Мы помним даже послание, например, апостола Павла к Коринфянам, который пишет, что там в общине коринфянской был некоторый человек-развратитель, который имел женою свою мачеху. И он пишет о таком, с этим развращенным даже не есть вместе. А во втором послании к Коринфянам он ослабляет немножко этот тон и говорит, видимо, этот человек покаялся, исправился, бросил этот пагубный образ жизни душепагубный. И он говорит, что вы духовно исправляете такое в кротости и смирении. Также в Деяниях апостолов мы увидим, что у апостола Павла и апостола Варнавы были разногласия между тем, брать с собой Марка или нет. Это очередное миссионерское путешествие, и у них было разногласия, они разошлись. И здесь в общине было тоже некое нестроение, потому как сказано, что произошел у эллинистов ропот, то есть было роптание на евреев за то, что вдовицы их пренебрегали были в ежедневном раздавании потребностей. То есть мы снова напоминаем, что в Иерусалимской общине было все общее, поэтому она и была община. То есть они все делили поровну, никто ничего, как сказано, не называл своим. Это такое, пожалуй, сегодня, ну, такое, может быть, сохранились в монастырях, это монастырский такой образ жизни. Вот святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу следующая цитата. «Видишь ли, как вначале были неприятности не только отвне, то есть внешне, мы помним, что апостолов избили в Синедрионе, запретили им говорить о Иисусе Христе, но не только, говорит, отвне, но и внутри были неприятности. Но ты смотри не на то только, что это исправлено, но и на то, что это было великое зло. Итак, братья, сказано, выберите из среди себя семь человек, не по собственному усмотрению они поступают, но сначала оправдывают себя перед народом. Так и теперь надлежало поступать. Нехорошо нам говорят, оставив Слово Божие, пищись о столах». Сперва писатель указывает на несовместимость этих обязанностей и разъясняет, что невозможно ревностно выполнять то и другое вместе. То есть мы видим, что святитель Иоанн Златоуст поясняет, что нельзя одновременно, добросовестно, скажем, или в полной мере сил служить и пищись о хозяйственной жизни и проповеданной Слово Божие. Поэтому мы знаем, что даже в монастырях и были и миссионерские монастыри, и сейчас они есть, где эконом — это эконом, келлорь — это келлорь, а преподаватель — это преподаватель, благовестник — это благовестник. Так, в общем-то, и у нас и на приходах в некой мере тоже распределено. И когда начинается эта перемешка, когда миссионеры, например, заставляют мыть полы в аудитории или чистить туалеты, в общем-то, это дело незазорное. И миссионер должен перекреститься и сказать, «Слава тебе, Боже, раз некому я это сделаю». Но святитель Иоанн Златоуст говорит, что не надо это совмещать, это неполезно для главного, то, о чем здесь говорит апостол. Неполезно для главного для чего? Как это утверждает святитель Иоанн Златоуст, для того, чтобы Слово Божие не было оставлено. Потому как церковь создана здесь Господом и Спасителем Иисусом Христом с одной целью. Какой? «Идите, научите все народы даже до края земли, крестя их во имя Отца и Сына Ситого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам». Цель церкви — это возвещать неповрежденное Евангелие людям, которые находятся за пределами православной церкви. И это дело не должно быть оставлено. Поэтому, если мы увлечемся хозяйственной жизнью или даже таким необходимым и очень важным, которое, в общем-то, в некой степени, если она сопровождается, подкрепляется Словом Божьим, проповеди Евангелия, социальным служением, если мы этим увлечемся, хотя нужно, как сказано, это дело того не оставлять. Но не это главное, не хозяйственная жизнь, не строительство даже храмов, а проповедь Евангелия. Потому что не чистые полы для... Не человек для чистых полов, а чистые полы для человека. И храмы, они тоже должны быть для человека, а не люди ради строительства храма. Вот нельзя перепутать эту иерархию ценностей. Если мы начнем ее путать, то миссионерское служение, проповедь Евангелия, главное поручение Спасителя, идите, научите все народы, оно будет буксовать. Если уже не пробуксовывает. Мы видим, так и говорит. А мы постоянно пребудем в молитве, очень важное замечание, в молитве и служении слова. Без молитвы, я это говорил, наверное, уже еще раз повторю, без молитвы миссионер — это агитатор или менеджер по продажам евангельского благовестия. Все это будет никому не нужно и даже вредно. И не получится, в общем-то. Постоянно, видите, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. И угодно было это предложение всему собранию. Апостолы понимали, что на первом месте, что на втором. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и духа святаго, Филиппа, Прохора, Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Они избирают семь человек. Мы видим, что они здесь уже не бросают жребий. Не потому, что это избранничество было не настолько важным, и не потому, что диаконы не имеют права проповедовать, а должны только заниматься этим. Это не так. Может и диакон проповедовать, если он исполнен, как сказано Стефане, духа святаго, и мы увидим, что это был первомученик. Может и должен, но должен понимать, что на первом месте, а что на втором. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Видим, что по причине того, чтобы отделить хозяйственную жизнь от жизни благовестников, проповедников, евангелистов, был даже назначен целая иерархическая ступень. Это диаконство. И оно возводится апостолами через рукоположение. Церковь имеет преемственность от апостолов через рукоположение. Помните 2 Тимофеев 1.6. Апостол Павел пишет своему преемнику. Возгревает дар Божий, который тебе через мое рукоположение. И надо сказать и заметить, чтобы не хвалились некоторые пендесятники и харизматы, что у них от католиков есть рукоположение. Да, действительно, когда был Второй Ватиканский собор, некоторые епископы, уклонившиеся в либерализм, католический и протестантизм, рукополагали некоторых харизматов. Это известный исторический факт. Но рукоположение передается через епископат, а не просто священническое рукоположение. Епископата, сохранившегося, чтобы там было 3-4 епископа, кого-то возводили в епископа, такого нет. Поэтому в харизматических направлениях кто называет себя епископом, ну это, в общем, человек сам себя возвел в епископы. Поэтому я знаю, есть такое. Вот поэтому здесь надо быть внимательней к текстам Божественного Откровения. Что такое рукоположение дьяконское, что такое рукоположение священническое и что такое рукоположение епископское. Об этом есть и каноны. Все это можно посмотреть, почитать. Кормочная книга, пожалуйста. И поставили перед апостолами, и, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло. Число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И священников очень многие покорились вере. Видим, когда все вообще не привели в свой в порядок, в свою иерархию, правильную иерархию, кто должен о чем заботиться, о чем заботиться, как и говорит Господь и апостол Павел, об этом подтверждает, что такое церковь. Церковь — это тело Христово. И у каждого человека, у каждого, как и в теле, есть свое дело. Кто-то язык, кто-то глаза, кто-то уши, кто-то ноги, кто-то руки. И никто не может сказать, ты, рука, ты мне не нужна, ты, ноги не нужны, а ты, язык, вообще помолчи. Нет. Тело, оно тогда гармонично, когда в нем, в общем-то, несет служение каждый по своему назначению. И мы видим результат, что Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось. Поэтому обратная перспектива, почему не растет Слово Божие в современном мире, наверное, эта иерархия как-то где-то нарушается. Умножалось и из священников, то есть имеется в виду иудеев, людей книжных, многие покорились вере. А Стефан, из полной веры и силы, совершал великие чудеса и знамени в народе. Некоторые из так называемой синагоги, либертинцев и керенейцев, и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии, вступили в спор со Стефаном. Стефан, имя, между прочим, переводится как «человек увенчанный» по-гречески. «Увенчанный» означает «увенчанный». Он, вот как пишет о нем бедностопочтенный, цитата, «прекраснейшим образом по некому предзнаменованию предвосхитил в имени то, что он должен был получить на деле». Унижен, побитый камнями, но возвышенно увенчанный. На еврейском его имя означает «ваш образец». Вы слышите? На еврейском его имя означает «ваш образец», «увенчанный ваш образец». Для кого же он стал свидетелем, если не для последующих, для которых он стал образцом первым, как мы увидим в дальнейшем, пострадав и умерев за Христа. Конец цитаты. Это первый мученик Нового Завета. Мученик Ветхого Завета первый был Авель, проливший свою кровь. Мученик Нового Завета Стефан, увенчанный. Или как переводится с еврита, «ваш образец». Итак, к этим событиям мы еще подойдем и вернемся. Сейчас пока, но не могли противостоять ему, начали спорить с ним, не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Помните, Христос дал обещание своим апостолам. Когда поведут вас и будут вопрошать, не думайте о том, что вам говорить, ибо дух святой будет говорить вас. Здесь, через Стефана, образца нашего, увенчанного, говорит сам дух святой. Тогда научили они некоторых сказать. Мы слышали, как он говорит хульные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ, и старейшин, и книжников, и напав, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили, «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место, сие и на закон». Ибо мы слышали, как он говорит, что Иисус Назарей разрушит место сие, переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Что здесь происходит? Христос обещал своим ученикам и нам с вами, «Как меня гнали, так и вас будут гнать. Как меня, другими словами, оболгали, так и вас оболгут». Что, когда Христа хотели распять? Не могли его распять. Почему? Потому что не находили причины. А за что? И тогда наняли кого? Лжесвидетели. Помните? Которые говорили, «Он говорил, что разрушит храм Соломонов». Да, в три дня его разрушат, а Христос говорил о храме тела своего. Помните? Евангельский текст. Также здесь поступают с апостолами и с учениками. Что они делают? Нанимают лжесвидетелей. Точно так же было и в истории церкви, когда казнили православных христиан, когда тупились мечи палачей, а тела верующих людей находили лжесвидетелей, которые, клеветою своей, ложью, ненавистью к христианам, а в большей мере, может, они даже там и ненавидели, и замзды опять же. Подкупив за деньги, эти люди готовы дать, были любые люди с пораженной совестью, любые показания. Так происходит и сегодня в современном мире, я уже говорил и упоминал. Найдут и лжесвидетелей. Если вы посмотрите, вот снова вернусь к этой теме, людей, которых осудили, посмотрите, вот миссионер, который сидел в тюрьме, за что проповедовал Слово Божие, издал свое издание, в общем-то, на собственные средства, переводил на многие языки, книги от Саднил Сысоева. Посмотрите историю с Рокташом. Опять нашлись и свидетели, и понавешали. Почему? Детский дом благотворительный, сиротов. Человек просто по улицам ходил, и в Москве везде собирал людей, более сотни человек, тех детей, от которых отказывают родители. Давал им и образование, и воспитание, и кров, и кормил, нападки. Другое возьмите. И множество можно перечислять этих историй. То есть, если человек занимается, если он видный, занимается серьезным делом, находятся какие-то лжесвидетели. Надо помнить, братья и сестры, что дьявол, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. В первую очередь, он нападает на кого? На тех, кто действительно делает дело Божие. Поэтому очень важное было замечание, помните, в начале этой главы, они постоянно пребывали в молитве, в молитве и слове Божьем, и проповеди слова Божия, в молитве. Очень важно не ослабевать. И молиться за людей, которые делают и проповедуют дело Божие, и проповедуют слово Божие. Очень это важно. Поэтому всегда, когда я что-то выкладываю на своих стройцах, и сейчас, я всегда спрашиваю и ваших молитв, чтобы дело за всех, кто работает на студии, экзегет.ру, за всех людей, которые так или иначе служат делу просвещения в этом, в общем-то, духовно одичавшем уже мире. Итак, мы видим, что он начинает говорить, находит лжесвидетелей и заканчивается тем, что лицо его было как бы ангельское. И все сидящие в синедрионе, пишет свидетель Анзлатоуст, смотря на него, видели лицо его как лице ангела. Так могут блистать находящиеся и на низшей ступени служения. В самом деле, скажи мне, чего у него недоставало в сравнении с апостолами? Не творил ли он знамений? Не явил ли он великого дерзновения? Видели, говорит, лице его как лице ангела. Это была, следовательно, благодать. В этом состояла и слава Моисея. Бог соделал его и с полным такой благодати, кажется мне, для того, чтобы в то время, как он намеревался говорить, самим видом его тот час поразить их. могут подлинно могут подлинно исполненные духовной благодати быть вожделенными для любящих и поразительными и страшными для ненавидящих. Конец цитаты. Видим, что свидетель Анзлатоуст напоминает о Моисеи. Помню, когда Моисей вышел с горы Синай, то лицо его, когда он зашел туда, общался с Богом, лицо его было сияло благодатью Божией, так что люди не могли смотреть и покрывало, набрасывали на свои лица. Так и лицо Стефана, первомученика, оно сияло этой благодатью Святого Духа. И свидетель Анзлатоуст говорит, что Бог поставил его перед Синедрионом для того, чтобы, возможно, видя его лицо, они бы устыдились. И покаялись. Это нам подсказка, что не только словом, не только словом и эрудицией, и знаниями можно донести и достучаться до сердец людей, но и самим делом, и самим видом. А для этого необходимо, конечно же, стремиться к молитвенному образу жизни, к литургическому образу жизни, не пренебрегать той благодатью, которая нам подается в храмах. Вот и в таинствах церкви. Вот мы уже это пережили в какой-то мере, вот эту вот самую эпидемию. И мы поняли. Господь нас так учит, что мы думали, что в любое время мы можем сходить в храм. Ну, ладно, в это воскресенье пойду, в следующий пойду. А Господь нас как предупреждает, что настанут времена, что мы и не найдем такого места, где можно услышать Слово Божие, где можно исповедаться, где можно причаститься. И потом, очень многие люди сегодня надеются на компьютеры и на интернет, книги. Я скажу, что это опасная надежда. Нам необходимо, чтобы у нас дома были и такие книги, обычные. Потому как когда-то сказали, включили, это можно. Настанет момент, скажешь, ну, все, хватит. И все эти порталы исчезнут в библиотеке. Поэтому пока есть печатная литература, я просто призываю, так вот, ну, если кто любит чтение Слова Божия и толкование отцов, все-таки, чтобы были дома книги обычные, все это может в одночасье завершиться. Поэтому, ну, если уже тут, рассмотреть и завершить саму не так длинную главу, всего 15 стихов, снова-снова хочу сказать, что люди не только слышат наше слово, но они и смотрят в первую очередь, а соответствуют ли наши слова делам. Конечно, мы не можем сказать, что мы люди святые и что все дела совпадают с нашими словами, но тем не менее, надо к этому стремиться. надо не подавать повода ищущим повод. похулить и не нас поругать, мы-то должны возрадоваться, а чтобы не хулилось имя Божие, как сказано, ради вас, потому что видят люди наши дела. Поэтому, если кто-то грешил, надо остановиться. Если кто-то блудил, надо остановиться. Прелюбодействовал, надо сказать, ну, все, стоп, с этого дня, Господи, помоги, помилуй, пил, сказать, все, Господи, помоги мне упиваться и прочие-прочие вещи. Остановиться можно всегда, начать новый образ жизни. К чему нас призывает Господь и к чему нас призывает сама эта история, что они не только слышали, что говорит Стефан Первомученик, но и видели. Слова Стефана Первомученика не расходились с его делами. И шестнадцатая, шестая глава, пятнадцатый стих, она заканчивается, как бы прерывается, пока на некоторое время до седьмой главы, проповедь Стефана Мученика, которую мы с вами постараемся подробно рассмотреть в следующей нашей встрече. Продолжение следует...